Уже по многолетней традиции гражданской обороны, в сентябре предлагаем подвести итоги туристического сезона в аннексированном Крыму. Давайте посмотрим, каким же выдалось самое главное и ожидаемое время года на оккупированном полуострове в 2024 году. Кто этим летом отдыхал в Крыму? Самые отчаянные или самые отбитые на всю голову? Мы же суровые челябинцы, и мужчины у нас суровые, и женщины. Мы два круга по мосту ехали, было... Как это? Тревога, мы два круга, но все равно мы здесь. Чем их удивил аннексированный полуостров? Вот эта речка, она воняет говном. Вон парень показывает, как правильно нос закрывать, чтобы не воняло. Только 70 рублей за кило картошки. Вы что, угораете, что ли? В Москве таких цен нет. И какую атмосферу создали понаехавшие россияне на некогда позитивном и мирном курорте? Стоп, вы, суки, сдохли, пидорасы, оторвать ванны. Откровенно говоря, мы еще в прошлом году были слегка ошарашены, когда увидели, что многие жители болот, несмотря на первые прилеты по Крыму, и яркие бодобумы на незаконном мосту через Керченский пролив, как ни в чем не бывало, отправились купаться в море и загорать на оккупированный крымский полуостров. Самое удивительное, что туристы туда продолжают ездить. Некоторые умудрялись даже ехать на полуостров по так называемой сухопутной трассе смерти, пролегающей через уничтоженный расистами Мариуполь. Кто-то решил воспользоваться советом российских чиновников и поехал на полуостров через захваченные территории. Это дорога в Крым из Мелитополя на кадрах. Прямо сейчас вы ее можете видеть. Там тоже пробки. Как вы понимаете, мы едем сейчас в сторону Мариуполя по трассе Е-58, и все, что вам нужно знать про этот процесс, это две вещи. Слева мир, справа зона ИСВО. Писать надо прямо с асфальта, не сходя с дороги, потому как, в общем-то, в травке могут скрываться разные сюрпризы. Ну, типа ПМН, например. Противопехотные мины. А вот и в этом году, после упавших камней с неба на Севастопольский пляж Учкуевка, мы еще раз убедились, насколько же все-таки граждане Мордора порой не дружат с головой. Нам до лампочки. Да? Не боимся. Я видел огромное количество машин, которые едут в сторону, включая даже город Севастополь. Поэтому вопрос страшный, наверное, к русским людям не относится. Еще совсем недавно хваленое российское ПВО убило на этом месте пять человек. Около 160 ранило. Но им хоть бы хны. Прошло какое-то время, и вот смотрите, они снова лежат, загорают, как ни в чем не бывало. Но не пропадать же путевки ей-богу. Мы выехали из Казани в 21.30 3 августа. Сегодня 5 августа, 8 утра. Мы стоим эту адскую пробку на Крымском мосту. Вот посмотрите. Мы приехали издалека, да. Все великолепно. Море, солнце, обстановка. Буквально через несколько недель после трагедии на пляже Учкуевка установили так называемые укрытия. И представители суровых сверхдержанных окраин, ничего не боясь, отправились сюда расслабляться и коктейльчики в столовках пить. Ну, отдыхается нам здесь отлично. Конечно, спокойная обстановка, все нам нравится. Вот идем в Солоху пить глинтвейн. А на подъездах к незаконному путинскому мосту со стороны Мордора уже вскоре снова начали собираться километровые пробки из машин. Пробка на досмотр на Крымский мост. Нет, конечно же, мы уже неоднократно говорили, что вот эти очереди на мосту лишь создают иллюзию мегатуристического ажиотажа на Крымский полуостров. Стоят россияне в многочасовых пробках на пути в Крым не из-за того, что все жители болот одновременно захотели поехать на отдых, а из-за тревог, по причине которых часто перекрывается мост, а также из-за усиленных проверок. Не срамши, не спамши, просто 10 кругов ажи прошли пробки. Естественно, крымские коллаборанты и пропагандисты по старинке рассказывают сказки про классный летний сезон на полуострове в этом году. То лидером роста турпотока в 2024 году является Крым. Назначенный Москвой глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов утверждает, в этом году туристов стало больше, чем в прошлом. За это лето там якобы отдохнули 3 миллиона 270 тысяч человек, что на 26% выше 2023 года. По поведенному мониторингу у нас туристический поток не ниже уровня прошлого года. Как ни крути, но после каждого громкого прилета в Крыму, будь то мост или та же Учкуевка, многие россияне сворачивают свои манатки и бегут обратно на болото. А ждущие отпуска в Мордоре спешно отменяют брони в отелях оккупированного полуострова. Если вы говорите всем и отговариваете всех людей ехать в Крым, мотивируя тем, что Крым бомбят, имейте в виду, вы все работаете на врагах. Да, на главных курортах ЮБК еще можно запечатлеть более-менее оживленную картинку. В других же уголках полуострова, в которых раньше бурлила курортная жизнь, в этом году было немноголюдно. Порядка двух часов. Конечно, это отчасти и показатель, что не так много людей, и не показатель, потому что в самую жару находиться на пляже не так-то и интересно. Нынче многие крымские поселки, которые еще не так давно пользовались большой популярностью у туристов, остаются по факту закрытыми в связи с военными действиями. Вот как в курортном поселке Штормовое оккупанты выделили для отдыха людей лишь небольшой участок пляжа. Маленький такой кусочек пляжа, вот там вот все отгорожено. Здесь вот, хотя вот такая зеленая сетка. А следующие кадры особенно расстроят тех, кто помнит, как выглядел поселок Поповка до аннексии Крыма. Все раньше, в прошлые годы было открыто, все эти заведения общепита были открыты. Жизнь здесь, особенно вечером, кипела, бурлила. Но в данный момент выглядит эта улочка немножко печально. Да, это та самая Поповка, в которой еще каких-то 10 лет назад с огромным размахом проводился один из самых известных и крутых музыкальных фестивалей. До начала СВО, честно говоря, в Поповке жизнь кипела. Вот улица Рыбалка, по которой мы идем, туристов было очень и очень много. Все шли на море. Забудьте про романтику отдыха в палатках на самых любимых диких пляжах Крыма. И обязательно скажите за это спасибо кремлевским упырям. Очень много людей, кто был там с палатками, да, приезжал там на своих там автодомах, кто прям жил на этих диких пляжах и пляжей. А сейчас, ну, ни одной палатки, естественно, конечно, нету, потому что пляж на работу там до 10 или до 9 вечера, а потом то, кто, видимо, там остается, скорее всего, их просто разгоняют военные, потому что опасно оставаться на ночь. Ко всем прелестям туристического сезона 2024 в Крыму стоит добавить и блэкауты, которые накрывали этим летом юг России, зацепив также аннексированный полуостров. И, конечно же, прорывы канализации, и, как следствие, поток нечистот, стекающих прямо в море. Вон, гляньте, какая в Судаке образовалась привлекательная, благоухающая речечка. Вот эта речка течет, от которой воняет конкретно канализация сильно. Если вы не верите мне сейчас. Ну да, есть такое, канализация. Просто воняет говном. Я бы сказала бы говном. Говорит, третий день ходим, уже привыкли. Кошмар. Честно, вонь стоит страшная. Мне кажется, что все, что есть в Судаке, слилось здесь. Хуже, наверное, сезон выдался только на курортах временно оккупированной Запорожской области, в частности, в Бердянске. Раньше, в 21-м году, на каждом дворе было написано, сдают комнату, сдаем жилье. А сейчас тишина. Найти квартиру тяжеловато. Все закрыто. Недавно расисты уже даже взялись организовывать туры в Бердянске из Ростова и Таганрога. Туроператоры пытаются завлечь в оккупированный город туристов. Конечно же, не упоминая про войну. Всего лишь 200 километров отделяют нас от Бердянска. Настоящие жемчужины туризма. Бердянская коса является уникальным местом. Сочетание морского воздуха с сухим степным – дополнительный фактор для оздоровления. Да-да, и главное – очень безопасно. Безопасно. Ну вот ездили все, вообще никаких проблем, ничего не было. И 3,5, где-то 4 часа из Таганрога. То есть это такой прям хороший маршрут. Но пока такой отдых в непосредственной близости к линии боевого столкновения не особо пользуется спросом у жителей недовеликой страны. В этот раз на несколько дней в Бердянск приехала группа туристов, аж 31 человек. Ничего себе, аж 30 туристов в Бердянск приехало. Все-таки в аннексированный Крым, пусть и не так активно, как раньше, но отдыхать едет гораздо больше россиян. И вероятность прилетов их не устрашает, даже несмотря на то, что плачевные прецеденты имеются. И не один. Да везде страшно находиться. Мне не страшно. Нас защищают. Спасибо. Мне не страшно. Ну что делать, все время страшно, страшно. Вот учу и что было. Тревоги воют, регулярно что-то взрывается. Кафешки, обставленные мешками с песком. У входов на пляж висят таблички, предупреждающие об опасности обстрелов. Бетонные укрытия вокруг. Отдых, мягко говоря, на любителя. Но им, похоже, такое нравится. Так я и сходила на пляж. И попала под тревогу. Вот так вот в нашем реале. Надо своей уверенностью показывать врагу, чтобы ничего не страшно, и победа будет за нами. Кстати говоря, об укрытиях. Но не может же у Мордора все быть гладко. После прилета в Учкуевке недогубернатор Развожаев пообещал оперативно обеспечить Севастополь укрытиями. Но, естественно, обещание свое выполнять не спешил. Инициативу пришлось проявлять местному предпринимателю. Когда городу понадобилась помощь, Севастополец не остался в стороне. Он самостоятельно, не дожидаясь заказа от властей, решил производить бетонные укрытия для последующей установки на улицах города-героя. И у предпринимателя есть возможность поставить производство бетонных конструкций на поток. Я бы с удовольствием установил укрытие. С этим вопросом я выходил в правительство, отправлял коммерческие предложения. Но в так называемом правительстве Севастополя его проигнорировали. А позже вообще демонтировали сооружение бизнесмена, заменив на свои. Я случайно узнал об этом из новостей о том, что демонтировано укрытие, установлено другое укрытие. Со мной никто не связывался, на связь не выходил. А на что он глупенький рассчитывал вообще? Изготовление укрытий – это же очень жирная статья бюджетных расходов, на которой можно нехило навариться. Неужели дурачок думал, что они ради такого выгодного дела не своего человека, а какого-то предпринимателя со стороны привлекут? Губернатор Михаил Разложаев подчеркнул, что на этой неделе в город-герой начнут массово поставлять бетонные укрытия. Кто их производит, пока не сообщалось. Но давайте вернемся к приезжим туристам из Мордора. Этих товарищей, кажется, вообще не сильно беспокоит вопрос наличия на крымских пляжах и в городах укрытий. Они же отдыхать на аннексированный полуостров приехали, а не про безопасность свою думать. Все патриоты России, все наши настоящие русские люди едут отдыхать в Крым. Ну, конечно. Это же они телек у себя там на болотах насмотрятся. Пропагандистов, рассказывающих про сверхзащищенность Россиюшки, наслушаются. Вот потом и уверены, что война идет где-то далеко и их совершенно никак не коснется. Могу вас заверить в одном. Гарантированно, никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы готовы к развитию полностью, в любом без исключения направлении. Да-да, помним, помним. Нечто похожее Аксенов блеял и про мощное российское ПВО, которое ни один дрон, ни одну ракету не пропустит. Тем временем уже и не сосчитаем, сколько всего прилетело по Крыму за это время. Так, началось. Взрывы. 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 Ты снимаешь? Да. Охренеть. Вот так некоторые россияне наслушаются подобных сказок. Убедят себя, что Кремль держит все под контролем. Их в обиду не даст. И едут отдыхать в Крым, куда война, по сути-то, уже пришла. По нам прилет с ракетой. Просто капец. По моей информации, все сбито. Красавчики вообще, тигры. Просто тигры. Спасибо, мужики. Без вас бы, т***, что было бы. Что бы было без вас в Крыму? Да, блин, полуостров жил бы мирно, развивался бы, гостеприимно встречал бы туристов и бед не знал. Не то, что сейчас. Но многих россиян, как вы уже поняли, опасности, связанные с боевыми действиями, не сильно тревожат. То ли дело цены в аннексированном Крыму. Вот это уж действительно беспредел. Да, мы живем в Евпатории уже месяц и все еще удивляемся с ценой некоторых товаров. Картошка в Москве в два раза дешевле, чем здесь. Цены на молоко, кефир и йогурты тоже значительно отличаются. Яйца 96 рублей. Курица 235 рублей. Фарш 250 рублей. На 100 рублей дороже Москвы. 150 рублей. Средняя цена 129 рублей. Я хоть и не ребенок, но я любила вот эти штуки поесть. Ну, на ночь там или еще как-то. 115 рублей. Глобеж. Цены не детские. А на некоторых отбитых индивидуумов посмотришь, так вообще волосы дыбом встают. Достаточно на пару секунд перенестись на российский курорт Сочи и посмотреть, как граждане Ерофии задорно вытягивают из моря мину. Вдумайтесь, одни вытягивают мину из моря, которая может за секунду их стереть в пыль. Другие зеваки стоят рядом и наблюдают за процессом. Они бы еще и в футбол сыграли. Чего уж там мелочиться. Так вот, такие же, по сути, туристы из скрипоносной страны приезжали этим летом в Крым. На пару с панаехами на ПМЖ они все вместе создали на некогда веселом и светлом курорте атмосферку гнилого русского мира. Без своего, своего, застуй. Кого там рода, б**ал? Слово? Устать! Мама! Да ты, б**, б**. Еще больше сло, дай слоу базарить, а? Вон парочка исконно русских туристов избила в грузуфе мужика за то, что тот сделал им замечание и попросил не справлять нужду на набережной. Друг, поверишь мне? Не поверишь? Не другое. Но ты не выведешь впоследствия, б**. Другу так не бери, б**, моего брата. Не бери так его. Не бери. Не надо его так, б**. Не подходите ко мне. Чего ты снимаешь? Не подходите ко мне. А на этом видео можем лицезреть, как один великодуховный индивид решил наказать других, понаехавших из Мордора туристок, якобы за то, что те подрезали его на машине. Мочко себе засунь! Чего ты, б**, заходи! Мочко засунь свое, понимаете? Ты что делаешь? Отойди. Закончилось все довольно скрепненько и духовненько. И говоря об атмосфере русского мира в Крыму, неплохо бы напоследок показать вот эту поехавшую нацистку, увидевшую на одной из машин крымско-татарский флаг. Я вас ненавижу, татару, еб**, ненавижу. И вас скоро отсюда выселят благодаря моему Владимиру Владимировичу Путину. Глядя на это все и вспоминая времена до аннексии Крыма, сложно поверить в то, что еще каких-то 10 лет назад полуостров был совсем другим. Здесь царил мир, летом бурлила веселая курортная жизнь, а в воздухе витали счастье и свобода. Но сюда пришел русский мир, который убивает все живое. Мы дали возможность этому глубинному обществу российскому проявить себя. Но рано или поздно Крым очистится от расистской грязи. Окупанты и понаехавшие россияне в панике побегут на свои болота, где их ждет убогое существование.